всем привет привет дорогие мои друзья сегодня на обед у нас куриные шницеля я их делаю без панировки и без кляра не верите что такое возможно тогда оставайтесь со мной и мы будем готовить вместе у меня вот такие готовые шницеля я у нас продаются вот в таких вот пластиковых пачках здесь 400 грамм они уже разрезанные готовы мне только осталось сейчас мясо помыть и так мясо и коробочку я помыла холодной водой и обсушила бумажным кухонным полотенцем и сейчас я буду мариновать для маринада у меня есть вот такая приправа куриная и в ней есть все есть паприка есть соль чили то есть острый перец лук чеснок сухой и перец черный и тмин то есть не будет достаточно вы же можете взять свои любимые специи и замариновать и так приступим надела я перчатку и буду мариновать то есть с одной стороны мы посыпаем и как бы я немножко рукой буду размазывать нашу приправу и теперь на другую сторону другую сторону тоже и вот так каждую сторону я буду посыпать приправой и как бы немножко размазывать ведь они у меня не такие толстые шницеля промаринуются хорошо это даже большой то есть нужно будет побольше приправы ну то есть вот так я делаю все я замариновала хорошо теперь опять же этой крышечкой накрываю и ставлю в холодильник минут на 30 все шницеля наши промариновались они у меня были в холодильнике 40 минут посмотрите какое мясо стало специи вся впиталась в кусочки мяса мясо у меня сухое масло я никогда не добавляю в специи сейчас мы будем обжаривать сковороду я добавляю 2 столовых ложки подсолнечного масла сковорода у нас нагревается и туда же я ложу 10 грамм сливочного масла и пусть у меня все хорошо разогревается и так масло посмотрите все у меня скворчит температуру я уменьшаю наполовину и сейчас я буду выкладывать наши шницеля итак шницеля наши жаребиси 4 минуты примерно сейчас я переворачиваю огонь опять я еще немножко огонь уменьшу то есть уберу температуру и накрываю крышкой все шницеля наши прожарились выглядят они уже великолепно посмотрите какие они стали толстенькие и прожарились со всех сторон теперь мы будем жарить все мясо поставил я снова сковороду на средний огонь сейчас с одной стороны я всегда жарю без крышки потом переворачиваю закрываем крышечкой чтобы мясо хорошо прожарилось и уменьшаю огонь и так мясо наше готово я хочу еще отварить замороженную стручковую фасоль и вода у меня сейчас закипела я покажу как я буду варить сейчас я сюда добавлю одну чайную ложечку овощной сухой приправы для супа все обычно воду такую для фасоли я не солю у меня вот такая вот есть замороженная фасоль у нас таких больших пачках продается скручковая фасоль она уже у меня открытая уже половина сварила сегодня буду варить вторую половину все перемешиваю даю закипеть воде и варю то есть вода у меня кипит с фасолью еще две минуты долго я фасоль эту не варю и итак воду я слила фасоль наша готовая мы будем ее кушать сейчас поэтому я ее не промываю под холодной водой если же вы хотите подать ее чуть чуть попозже или у вас там какое-то мероприятие в гости то тогда конечно ее лучше промыть холодной холодной водой ледяной водой чтобы она не потеряла цвет и так дорогие друзья я все секреты вам рассказала пользуйтесь дорогие друзья я еще вот на обед варю такой суп просто овощной суп то есть вот такие вот замороженные овощи у нас они уже мелко порезанные продаются вот это тоже пачка 750 грамм я всегда делу на 2-3 раза то есть вот сегодня я хочу сварить быстрый какой-нибудь суп и его сварила овощной этот суп то есть я сюда порезала и пожарила луковку на подсолнечном масле добавила такие маленькие кусочки у нас тоже продается подкачу под копченого свиного мяса салом и давай вот этот суп ой не суп а вот эти вот овощи и у меня вот такой вот овощной суп получился и конечно же добавила я овощную приправу я еще решил вам показать как выглядит мой суп овощной то есть посмотрите видите вот мелкие такие кусочки сала мясо но вниз упала сало стула наверх то есть вот такой вот овощной суп очень вкусный во-первых варится быстро вот если времени нету а кушать хочется то это всегда такая палочка-выручалочка конечно тоже варю борщей рассольники все все и такой вот суп тоже у нас присутствует и так мои хорошие вы только посмотрите на эту красоту выглядит конечно наши шницеля потрясающе и всегда они у меня такие вкусные получается конечно время жаркие зависит от толщины шницеля и вот они у нас готовые получается они очень ароматные со сливочным вкусом сочные диетические прожаренные я их буду кушать вот с этими овощами можно также отварить картофель вермишель или рис дорогие друзья попробуйте это очень очень просто и очень вкусно я желаю вам всем приятного аппетита хорошего настроения пишите комментарии как вы готовите шницеля и любите ли вы готовить вот такие голенькие как у меня я буду всем рада всем отвечу всем пока